Сегодня последний день, когда снят волосы и пищу, начинается Великий Петров пост. Это почти все знают. Нужно знать причину и для чего все это. 69-е апостольское правило гласит о четыре десятницы, это Великий пост, и о среде пятницы. Ни слова, ни говорения об одном посте. И профессор Колубинович подробно описывает, в каком веке. А здесь тоже спотыкается. С 4 по 8 век вот эти посты возникали. Рождественский пост. Вроде Рождества Христова человек подготавливается в радости встретить рождение Спасителя. Великий пост. Страдания Христовых. Встретить Пасху Христову. Успенский пост. У нас называли Госпожинки. Она Госпожа, значит Госпожинки. Как бы оторванная от Великого Поста. Вот такое слышите. Никакого отношения к Великому Посту это не имели. Почила Божья Матерь. А Петров пост для чего? Спрашивают. Ни один человек не может ответить. Повторяю, ни один. Ни священники, ни архиереи не отвечают. А почему? А с детства так затвердили. Но пост, значит, положено и все. Тяга-то труженику сельского хозяйства. По пост трудность такая. Это я от отца еще слышал. А тут квас, да редька. Ничего еще и нет. Давайте мы посмотрим глазами, которые нам дал Бог и просветил. Апостол Павел пишет послание 14. И одно послание, его можно считать главенствующим. Он пишет столицу мира, тогдашнюю в Рим. Послание к римлянам. И говорит такие слова, от которых сегодня нам или отречься надо их убрать, или сознать, что мы не те, кому он пишет. Вот в одном месте собрались люди и написано. И они были благомыслили фессалоникских. А там, Салунь, город. Ибо ежедневно разбирали, как написано в Писании. И так ли это. Все остальные неразумные люди. Когда мы в последний раз собирались и разбирали то, о чем я сейчас говорю. А ведь Библия абсолютно определенно говорит. Иоанн Златоус не может объяснить деяния апостолов, когда возникла. Надпись уже была с первого века. Он говорит, неправильно. Надпись должна быть такая. Деяние не апостолов. Деяние Духа Святого. Только услышал и сразу стало все на место. Но и апостолы же говорили об этом. Говорили, значит, назвать надо правильно. Он не боялся это говорить. Хотя уже в канонах было указано деяние апостолов. А почему? Высота Духа. Вот сколько людей приходят, это пишет Матавилов. Спрашивают о смысле жизни. Одни говорят, душу спасти. Правильно смысл души спасти. Второе. Жить прямо так, как Господь повелел нам. Посты соблюдать, в храм выходить тоже правильно. Но Серапим Саровский одну фразу сказал, которая все остальное взвинула в сторону. Стижание Духа Святого. А в Евангелии написано, когда о хлебе насущен, подай нам хлеб насущен. И просящим у Бога до С Духа Святого. Я хлеба просил до С Духа Святого. Я просил, долго детей нету до С Духа Святого. А ребенок уже в Духе Святом будет. И вот апостолы это понимали. И очень близко. А почему? Послание к кремлинам. Восьмая глава. Можно запомнить. Следующий, девятый стих. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. С какими вопросами обращаются? Как похоронить? Когда отпевать? Посты, когда есть, родственники, пьяницы. Все знают? Я спрашиваю нашего архиерея. Вам когда-нибудь вопрос задавали этот? Какой? Имею ли я Духа Святого? Вы же наиспоить людей принимаете. Нет. У вас где? Они по написанному. Как написано? Он сверяет. А так это спрошу, а это нет. Ко мне приходят на дом священники. И говорят. Вот мы исповедуем и чувствуем неполнота. Помогите нам составить этот реестр грехов. За который мы будем отвечать. Я говорю. Запишите первое. Вы на исповеди должны спросить. Читал ли ты сегодня и каждый день Библию Святую? Библию напишите. В скобках. Священное Писание. Еще дальше. Слово Божие. Три названия. Исповедовал в этом людей? Нет. Поэтому православных-то никто не считает. В девушечке. А такие, как все. Дед с бабкой в карты играли. В лото. Дедушка курил. А вот пошел он к каким-то там, неизвестным названием. Не православным. Стал все знать. Все бросил. А почему? Господь говорит. Вы очищены через слово. Которое я проповедил. Слово. Вот оно закованное лежит. Это не сегодня началось. На исповеди дальше батюшки. Священники. Я еще раз напоминаю. В Москву однажды я приехал. Ночью тайно приходило. Три епископа спросить. Что дальше делать? А все разваливается. Это видно. Патриарх. Сегодняшний Кирилл выступает и говорит. У нас ежедневно, каждый день, открывается три новых храма. Вдумайтесь в это. Но не сказано, что три души приходят к Богу. Три храма. Это камни. На камне, на камне не останется. Все будет разрушено. А как? Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Читал ли ты? Читал. Когда? Не помню. И везде ложь и обман. Мне запомнился один рассказ. Сарь Николай, первый, это не второй еще. Никого не боялся. Едет к другу своему генералу. Останавливается в какой-то заезжий двор. Видит ребятишек много. Худенькая скотина. Встал, говорит. Вот ни о чем не говорит. А вот нужда заела. Вот нужда. Он говорит. А Евангелие-то читаете? Да вот оно. На полке. Ну дай сюда. Посмотрел его. Поставил. Читали. Считали. Ты правду говоришь? Что же не правду-то? Любого спроси, знаю где-то. Все, он уехал. Обратно едет. А он в это время только заплатил ему сколько царь. А этот в это время говорит. Ну мог бы дать больше-то? Другим людям говорит. Ну царь, у него все в руках-то. Я бы кое-что заменил. И царь спрашивает. Взял Евангелие. И говорит. Я как уехал, вот три дня не было. Вы читали. Да, мы по порядку. Деяния апостолов читаем. А он открывает. И там он заложил ему ассигнации. На которые можно дворянином встать. Земли купить. Весь инвентарь, технику. Все заменить может. Считал. Считал. И который описывает. С ним ехал слуга. Я увидел, говорит, как мелко задрожали плечи царя. Обман. И тут обман. Это мы. Вот не они просто. Я рассказываю, почему рассказы не евангельские. Из практической жизни. Как это получается. Евангелие читал. На исподиспещениях спрашивает. Теперь. А проповедовал ли ты кому о Христе вчера, сегодня, позавчера? Я? Это в тупик ставится человек. А вот мы читаем дальше 10 глава. В 8 главе. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. А в этом надо разобраться. И дальше. Вера. Отслышание. Отслышание от Слова Божия. А дальше и говорит. И как слышать, если не будут посланы? Если посланникам. Когда в последний раз посылали? Я говорю о тысячах храмов, которые сейчас есть. И ни одной исповеди нету в этом плане. Ни одной. Одолевают сектанты. Их уже намного больше православных. А почему? Они учат. Бог везде всегда требует десятину. Почему? Я участник. Девять тебе, ладно. Ты человек живешь. Десятина заработанная идет в храм. Я когда услышал, как Златоуст толкует пост великий, он говорит, десятину, Бог берет времени у нас. 365 дней в году. Это все знают. А десятина? Ну, если пятую, поста 36,5 дней. А где? Во время Великого поста 7 недель. Суббота, воскресенье считается, как бы и не посланы. Разрешается растительное масло. 5 дней 7. 5 и 7, 35. А одна суббота в году, перед Пасхой, 36. С вечера до утра еще половина. 36,5. Я пересчитал. Это не может быть. 36,5. Бог требует десятину. А как со Словом Божиим? Точно так же оказывается. Апостол Павел продлил слово свое до утра. Не моление. До утра. Там Евтихий еще упал с окна. Ну, по милости Божий ожил. А когда прощались, падали на шею ему и плакали все. Вот это у них была общая молитва по тогдашему, называя хоть литургией. Почему? Литургия означает общее дело. А у литургии-то как раз общего дела никакого и нет. Не понимают. Мы делали опрос. Люди выходят из храма. Не выбирая подряд. Стали в разных местах и спрашивали, где были. В крестилке. Ни одного не нашли из 50 крещеных. Кто бы знал, для чего крестился. Ни один. Молодой парень крестится, второй. Пока батюшка там берет мира повозать. Я подошел, успел. В Тобольске было, не где-то. Я говорю, а почему креститесь? Да бабушка сказала, в армию идешь, и там бьют. Я говорю, а ты зачем? Я говорю, а я его товарищ. А кто такой Христос? Кто? Этот не знает. Говорит, ну какой-то инопланетянин. Больше они ничего не могли сказать. И это не тайна какая-то. Это мои слова, что я говорю, подтвердит человек. И как вероотслышание. И вот с этим мы явимся. Талант, который нам Бог дал, развили его или закопали. Пришел, успокоился. Да еще в субботу вечером половина нет. Если в семье не верующий, он перетягивает к себе их. Постоянно ходили. Девочки, вчера, гляжу, ни одной нету. Почему мать еще как-то тянет? Пока есть. А это перед Богом, это все. Повторяю, мусульманство возникло на шесть столетий позже. Не дней. Шестьсот столетий. Умножь еще на триста шестьдесят пять дней. И ни одного человека не послали. А случайно некоторые зашли в Татарстане, район есть такой. И верующие люди стали. Теперь там православные среди татар живут, среди мусульман. Это два миллиарда, не миллиона, а миллиарда упустили. А что? В горы уйти, ходить. Жития я читал. Я могу рассказать о них. Молчальник. Соломан. Взял на себя подвиг. Откуда я его взял? Из Евангелия? Нет. Написано, идите, не умолкайте. Идите, проповедуйте Евангелие всему миру. Вот оно у нас висит. Идите. Прочитали, пошли. Когда выходили, личный раз. Вот вы, сидящие, слушающиеся сейчас. Когда вы подошли, хотя бы я вот здесь приехал, ко мне подошли. Одна девочка, три года назад, только последний раз, подошла. А когда мы поедем на благовестие? Ни один. Вам это не надо. Своими дитями, своими болячками обложились, они с места никуда. Я болею. Да я не могу. У меня руки дрожат, то другое. Болезни все эти, естественные. Но завтра еще будет больше болящих. Посему сегодня не потрудиться. А что я могу сделать? Было бы желание, а Бог сделает. Вот нам Господь сегодня позволяет выйти не просто так, а ко всему миру. Еще ровно через две недели. 7 июля 2011 года потеряем и будет крещение с полным погружением в озеро. И сколько людей придет? Все до одного пришли через интернет. Будут из Сирии. Женщина летит из Германии. Целые города прошли. Ни одного нету, где кресть отправили. Ладошкой по голове, где это нашли? Еретики, сектанты, баптисты. Все крестьят в полное погружение. Старобрядцы. За 360 лет ни одному голову не мочили, а всех в полное погружение. Как мы отвечать на суде Божьем будем? А пост вот этот Петров попастились и возложили руки на апостолов и благословили на проповедь. Самый фальшивый у нас настрой на этот пост. Этот пост означает так. Сегодня же приготовьтесь идти. Машины есть. Сейси в деревню. Евангелия нет. Возьмите, мы дадим. Зайди, бабушка, с кем-то поговори. А они не примут. Ты заранее обречена. С таким настроением победу не одержим. А я пойду, я все равно поражение. Под Москву подпер враг. В Москве был напален, и все рухнуло. А почему? Потому что Бог предназначил другое. И Бог не потерпит насмеяние над Его Словом. Вера от слышания. Не от желудка, а от слуха, а не от брюха. У православных все расписано. В какой день что есть. Не написано, когда пойти. Наисподь спроси, когда ходил на проповедь. У сектантов спрашивают. Их запретили сейчас, так называемые, свидетели Иеговы. У них 360 было разных по их. Мнение в церкви. Все отняло государство. Сейчас, в настоящее время. Они хуже стали, наоборот, более ревностные. Следующая за нами очередь идет. А не надо, их запретили. А кто запретил? Те, кто помогает в сатане. Веру, свободу Бог дал. А он неправильно верит. Доказывайте, Константин Великий сказал, не тюрьмами. А сидите за стол, Константин Великий. Сидите и доказывайте, если можете. Конкретно, определенно, Петров пост нужен для проповеди. Это единственный пост, имеющий назначение проповеди. Что-нибудь изменится у вас? Нет, вот я говорю. Даже на занятия-то некоторые не ходят. А молодежь уходит. И вдруг о молодежи заговорил патриарх. Сразу по всем епархиям разослали. Надо что-то делать, а что никто не знает. Надо образовывать миссионерские курсы. Их нельзя образовать. Они даже не знают. Это Бог делает. Бог делает. И обращаются люди. В 632 году умер основатель мусульманства. В 632. И ни одного проповедника не послали. Там, где сейчас Туркменистан, Узбекистан. Они все неправославные. А мы какое отношение имеем? Да как будто никакого. Только вот мы сидим тихо и спокойно. Каждые 20 минут. А сейчас говорят не 20 минут, а каждые 5 минут. Сегодня казнят православных и других. Православных почти там нет. Это которые на юге. Им мусульмане горы возрежут. Если он был вчера в мусульманин, а сегодня обратился. Значит у них по уставу положено это. И люди идут, умирают. И сейчас свидетельство мучеников, специальный журнал выходит. Посмотрите хотя бы однажды на них. Маленькие дети ничего не могут с ним сделать. Одна женщина только сказала однажды. А что он великого сделал от основателя нашей религии? Она тоже была. Она обратилась. На нее доложили. И несколько лет и она под судом находится. Ее не выпускают домой. У нее дети. То, что она не поверила, что кто-то спасает Христос. Она говорит, Христос умер за грехи людей. И прокурор выносит. Освободить. Прокурора сразу убили. Они ни перед чем не останавливаются. Женщины выходят. Многотысячные митинги и кричат. Смерть Асии! Смерть! За то, что она сказала на нашего руководителя. А мы в тепле сидим. Вы их помните? Вы жене, вы молитесь о них? А это надо вот здесь вот заключить. Когда июня исповедь. Наступает пост Петров. Положим себе на сердце. Хотя бы где-то как-то. Ты не можешь в интернете быть. Я скажу на интернете. Вот у меня просмотров. 37 миллионов. Миллионов. Не тысяч. 38 тысяч подписчиков. И люди слышат и обращаются. Почти ежедневно кто-то приходит. Вот наткнулся на вас. Я остался с тех. Я был такой-то. Я уверовал. Был мусульманин. Принял христианство. Если вы в этом участвуете, то вы участвуете. А как? Хотя бы молитесь об этом. Давид разделил порога. Кто ходил на войну. И кто в обозах хранял. Некоторые в обозе всю жизнь просидели. Итак. С сегодняшнего дня. Помолитесь Христу. Апостолу. Чтобы мы обновленные в жизни. Постом и молитвой. Для чего и назначен этот пост. Чтобы мы пошли к людям. Поднесли эту благою радостную весть. И тогда свои болячки ты даже не вспомнишь. А ты радостью будешь наполнен. Бог услышал. Рядом у нас соседи живут. Здесь. На урывке. Они старобрятся. Им показать на тех, где есть священство. Белокринитская иерархия. Можно это сделать? Вполне. Ходили? Пока нет. А время уходит и улетает. Да благословит Господь правильно начать этот дивный. Апостольский проповеднический пост. Аминь.